Если мы смотрим бизнес-трансформацию, есть циклы развития. Генри Форд в 1909 году, когда он сказал, что возможно купить любой цвет машины, но будет черный, что он делал? Он решил игнорировать потребности, предпочтения и поведение клиента и дать им один на всех. Он делал это, и он был супер успешный, потому что он хотел производить машину, которая была доступна для среднего рынка, ценовой категории, которая доступна для среднего рынка. Никто не делал это до этого. Тогда у него был успех из-за того, что он игнорировал потребности, предпочтения и поведение клиента. В 1923 год он сказал, если я бы спрашивал людей, что они хотели, они бы сказали, вот лошади, которые бегают быстрее, я им дал машину. И он решил дальше игнорировать потребности, предпочтения и поведение клиента. В это время Alfred P. Sloan, он сказал, мы будем производить, он был CEO General Motors, он сказал, мы будем производить машины для любой ползы и любой кошелек. Значит, вот разные возможности совпадать с потребностями, предпочтения и поведение клиента. И что происходило? В период с 1923 по 1944 Ford потерял половину доли продаж, и General Motors стал самым большой производителем машины в мире. Что происходило? Предпочтения, потребности и поведение клиента менялись, и условия рынка менялись, и Ford не эволюционировал свой бизнес-модель. Тогда Ford думал, что люди хотели лошади, которые быстрее, на самом деле люди хотели машины, которые лучше. И это цикл развития. Тогда любой бизнес-цикл имеет свой период обучения, где учимся, что совпадает с потребностями, предпочтением и поведением клиента. Дальше, когда найдем это предложение, мы начинаем период рост, фаза рост. В какой-то момент мы видим, что что-то не так, что-то не совсем, но мы не хотим признать, что наше предложение может быть не соответствует потребности, предпочтения и поведение клиента. Тогда мы начинаем оптимизировать, чтобы сохранить финансовые результаты. И в какой-то момент мы не можем больше игнорировать, что мы не совпадаем с потребностями, предпочтением поведения клиента, если нет, будет упадок, упадок эффективности бизнеса, и много бизнесов умирают здесь, потому что они не способны эволюционировать свой бизнес-модель, свой орг-модель и так далее. Если смотрим отношение-центричность, есть, это грустно, есть 438 разных компонентов для трансформации и эволюции бизнес-моделей, от продукт-центричности до клиента-центричности до отношения-центричности. Мы их мопировали. Мы их мопировали, потому что я хотел понимать, настолько сложно будет действительно быть клиента-центричнее или действительно быть отношение-центричнее с точки зрения организации, самая целая организация. Что это значит, быть клиента-центричнее или отношение-центричнее? 438 разных компонентов бизнеса, которые нужно эволюционировать. Они группируются так, в 21 категории, но это грустно. И если мы смотрим этот переход в разные бизнесы B2C, можем сказать, что где-то в мире сегодня находимся между продукт-центричностью и клиента-центричностью. Мышление руководства, ну люди говорят, да, мы клиент-центричнее, да, мы именем НПС и так далее. Операционное состояние бизнеса все равно это еще продукт-центричнее в 99% случаев, которые мы видим. Если смотрим мир B2B, они отстают на целый цикл развития, если в общем, да, если общее смотрим B2B в мире. И это грустно, и это сложнее для B2B бизнеса. Почему? Потому что наши клиенты в B2B бизнесе все равно после 6 вечера, они участвуют в B2C рынок, да, тогда они все равно видят это изменение в мире, но они не видят отражение это изменение в их бизнесе. И клиенты в B2B бизнесе будут менее терпеливы, более чувствительны и ожидают, наверное, быстрее вот эта трансформация. Трансформация сложная между бизнес-циклами, да, вот Клейтон Кристенсен писал очень классную книгу 25-26 лет назад, где изучали именно ту зону между поздней стадией зрелой бизнес-модель и ранней стадией вот начинающей новый цикл развития. И это действительно сложно. И если вы знаете вот историю Apple, когда Apple, когда они уволили Стив Джобс, это было именно то место здесь, между старыми. Apple 2, они были уверены, что мир продолжается с открытием системы более похожей на PC. Стив Джобс, он сильно верил в закрытие системы, сексуальный дизайн, легкость использовать и так далее. Он не мог убедить людей, что это действительно так должно быть, да. И это был вот тот период, где они уволили Стив Джобс, и это чисто вот элемент, как мы организуем эту трансформацию. Очень часто что мы видим? Мы видим подразделение CX, как пузырок внутри организации, который должен менять все. Очень часто старая бизнес-модель будет лопнуть этот пузырок, или пузырок просто не имеет голоса или полномочия, чтобы заменить старое с новыми. Есть другая модель, где можем бороться со всеми процессами, ценностями, корпоративной культуры напрямую. Это как бросать новые огурцы в бочки и ожидать, что у них будет другой вкус, не меняя рассол. Тогда если хотим другой вкус, нам нужно менять правила среда, нам нужно менять рассол, если хотим, чтобы вкус огурцов был другой. И это значит, что нужно поменять орг-модель. Самый простой, который бизнес стараются делать, но это революционный, это строить какой-то новый бизнес-модель рядом и мигрировать клиенты и сотрудники в эту новую модель. И пусть старый как-то умирает, живет кто угодно, но мигрировали все самые лучшие в новую модель. Клейтон Кристенсен, он определяет вот эти три основных подхода к трансформации. Здесь огромный элемент идет к лидерам и как лидер хочет трансформировать организацию. Очень часто то, что мы видим, что создаем какое-то подразделение CX. Если серьезно хотим видеть эти изменения, тогда нам нужно понимать, что этот лидер CX должен иметь полномочия, должен иметь возможность менять старые с новыми. Очень часто рисуем вот это подразделение CX абсолютно все, что нужно. Нужны те, которые исследования аналитика, те, которые работают с ползаводской пути, ползаводский опыт, те, которые работают с клиентской пути, клиентский опыт, комплексные решения, те, которые работают с управлением отношений с клиентами, системой CRM и так далее. Что видим? Видим, что все равно этот переход будет 3-5 лет, чтобы прыгать. И после этих 3-5 лет вопрос, нам нужно это подразделение? Если организация клиентоцентричная, нужно подразделение CX? Нет. Не нужно. Тогда это временное присутствие в оргмодель, чтобы стимулировать изменения. И потом мы видим, что клиент в центре организации, все подразделения ориентированы на клиента, и нам не нужно отдельное подразделение, которое будет нам говорить, как менять, или как нам нужно вести себя и так далее. И это очень быстро мы видим в подход к лидерству. Видим здесь, что подход к лидерству и модели управления в директивных структурах, они одно и то же. Почему? Мы называем ленивое лидерство. Когда у меня директивная структура, полномочия и власть диктуют мой подход как лидер. Я могу сказать вам, делай или ты уволен. Делай или я вообще как-то убираю ваши подразделения из нашей компании и так далее. Тогда я могу использовать силу, чтобы управлять людей. И это не лидерство. Когда находимся в коллаборативной среде, нам нужно больше коллаборативных подходов к лидерству. Это больше предпринимательское, это больше как партнерство. Если мы говорим про отношения сентричными, я использую влияние, вдохновение намного больше, чем полномочия и власть. Модель Капи, который говорит, что есть три основные области лидерства, в директивной структуре, первый и второй диктуют все, полномочия и власть. В коллаборативной среде влияние станет самое важное. И здесь, наверное, надеюсь, это будет самый важный элемент сегодня. Я буду говорить про Джон Коттер, те, которые были в бизнес-школе, они все говорят, что Коттер – это восемь шагов к управлению изменениями и так далее. И потом будем говорить про подход Майкла Ракмана, который называется «Старая картошка». Вы услышали про это? Это очень классно. Знаете, Джон Коттер – есть восемь шагов к управлению изменениями. Первый – это про создание климата, создание среда, которые готовы к изменению. Четвертый, пятый, шестой – это привлечение и поддержка вот тех концептов, которые будут в большие изменения. И седьмой и восьмой – это внедрение и масштабирование вот тех новых изменений в организации и усилить их, чтобы они держались и не вернулись к старому. Это то, что из учебники обучают, что управлять трансформацией нужно так. Что могу сказать? Почти во все проекты, которые мы делаем, мы используем это. Но параллельно мы используем подход «Старая картошка». Кто здесь когда-то в жизни забыл картошку в шкаф? И после месяца найдем это, и что там есть. Что-то как-то растет. Но если найдем это достаточно быстро, мы еще можем как-то ковырять чуть-чуть, и это еще картошка там есть. Но если мы забыли типа шесть месяцев, но эта трансформация была, и это уже не картошка, мы не можем вернуть его назад, и уже это совсем другое существо там. Что мы делаем очень часто? Любое публичное изменение, которое трогает власть в организации, получает чего? Сопротивление. Поэтому 70% больших программ изменения в мире, они провалены. И это 70% тех, которые обычно управлены на Джон Коттер в 8 шагах, на трансформации. Тогда публичные изменения в организации, которые трогают власть, это опасно. Это реально опасно. Потому что будет сопротивление, будет война, будет политика и так далее. Очень часто то, что мы делаем, мы запускаем какие-то маленькие проекты под радар, никто не заметил, делаем чуть бюджет, тихо, давай меняем, попробуем что-то такое, начинаем тестировать. Те, которые растут, мы их кормим, даем больше бюджет, больше ресурсов и так далее. Те, которые не были успешны, мы ковыряем, удаляем, никто не видел, да, вот это был провал, и двигаемся дальше. И в какой-то момент в этот подход видим, что картошка менялся, и путь назад нету. Тогда некоторые изменения, они закрывают двери к обратной, обратный путь, и организация уже меняется. И этот формат очень интересен. Несколько вещей, которые хотим помнить, у меня еще один минут, да. Нам нужно, чтобы быть успешнее в любой трансформации, ну, в том числе клиентоцентричной трансформации, отношениецентричной, любой трансформации CX и так далее, нам нужно найти и использовать клиентоцентричную аналитику. Без этого мы не можем доказать экономический эффект нашей работы. Тогда аналитика самая важная для любой успешной как-то программы изменения и связанная с клиентоцентричностью. Второе, давай поиграем в бесконечную игру. Это не quick win, это не что-то, которое мы будем запускать, один проект, и это решает все. Мы говорим про 438 разных компонентов бизнеса, это годы. Давай поиграем в эту бесконечную игру, и будем шаг за шагом двигать организацию на правильном направлении. Будут провалы, будет сопротивление, будут моменты, где мы проиграем какую-то часть нашей войны и выиграем какую-то другую часть, лучше иметь долгосрочное видение и играем в бесконечную игру. Третье, создать основу для перемен. Здесь те маленькие вещи, которые делаем, те маленькие запуски, они создают фундамент. И этот фундамент, это когда закрываем двери к обратному пути. Тогда эти маленькие вещи, они растут, они растут, объединяются, и это фундамент для изменения. И четвертый элемент, влиять, вдохновлять и сопровождать. Здесь полномочия власть не будет выиграть. Это то, что нам нужно понимать, вот новый подход к лидерству, это то, что рулит здесь, влияние, и играть в бесконечную игру, это будет наш ключ к успеху.